Реклама похудеть за неделю, слушайте, за неделю до 6 килограммов. Ой, навоз говяжий. Уже хорошо, да? А дальше по ценам производителя. Реклама строительной компании мы кладем на совесть. В маршрутном такси. Жалобная книга в следующей машине. Петербург мне много подарков сделал. Над Невским проспектом висит перетяжка и написано. Турфирма... Перетяжка. Вот над всем Невским. Реклама. Фирма Оствест. 10% скидка каждому, кто предъявит это объявление. Тоже реклама в Петербурге. Кофехаус. Я слышал это в поезде. Я вскочил и проснулся мгновенно. Кофехаус любое время предложит вам ритуальную чашечку кофе. Объявление. Пропала собака Ротвеллер. 8 лет, но выглядит моложе. А это... Я даже здесь видел подобное объявление. Вы наверняка видели. Наращиваю ногти. В любом удобном для вас месте. А как вам объяснительное? 6 января я не вышел на работу, потому что думал, что вышел. А техпаспорт к автомобилю АК. Вентиляция салона осуществляется за счет естественных щелей и зазоров. АК автомобиль. Объявление. Сзади. На заднем стекле. Машина храняется клопом с педоносцем. Русский человек, такой богатенький, зажиточный, поехал в Австралию и решил сфотографироваться с кенгуру. Ну ведь прикольно хочется сфотографироваться. Он надел на кенгуру пиджак. И застегнул. И говорит кенгуру. Я пойду включу фотоаппарат. Он кенгуру говорит. Мол, ты не убегай. Кенгуру, как только он его отпустил, такого дёрдал на задних ногах. А в пиджаке? Кредитки, паспорт. Наш поехал в посольство. Говорит, у меня кенгуру забрал паспорт. Ну его уже без визы отправили домой, потому что в Кащенко виза не нужна. Но бедный кенгуру, он же снять не может это всё. Он полгода по полям Австралии в пиджаке малиновом. И каждый раз, когда видел туристов, с надеждой, что с него снимут, выбегал к ним. Вы глаза туристов можете себе представить? Когда они кенгуру видели в этом. Действительно. Но смешнее, я знаю только случай, когда американцу сказали под Тамбовом, что гениальная охота на медведей под Тамбовом. А там медведей уже лет 200 нет. С него деньги надо было бабки сорвать. Так взяли медведя, который в цирке давно уже на пенсию ушёл. И они его завели в лес. Циркового. Мишку. Я так тяну время, чтобы вам дать возможность сейчас как-то вздохнуть спокойно. Американец вышел в лес искать медведя. Мишку выпустили. А ехал почтальон. Он когда увидел медведя, он на велосипеде ехал. Он свалился с велосипеда, оставил велосипед и убежал. Когда медведь увидел велосипед, он соскучился, он был цирковым. Он сел на велосипед и радостно погрёб по дороге. В это время с ружьём вышел американец. Он понял, что такой охоты на медведей нет нигде. Никогда. Ой, друзья мои. А как вам нравится инструкция к компьютеру? При работе на компьютере у беременных женщин, у беременных, выгоды же случаются в два раза чаще, чем не у беременных. А это я даже лицо человека, который вот писал это, я сейчас попытаюсь изобразить его, это в российском магазине, в универмаге. При покупке более чем на две тысячи рублей, вы получите в подарок полиэтиленовый пакетик. Вы каждый раз громче смеётесь, вы знаете? Ой, а это объявление в общежитии. Уважаемые господа, это даже я смеюсь. Уважаемые господа студенты, не выбрасывайте мусор в окна. Его потом находят дети и надувают. Смешное случай, это в больнице, где длинный коридор, и называют врачи его колбаса на местном жаргоне. Очень много черепно-мозговых травм, гололёд, старушку на носилках, два санитара, несут по двору этой больницы, бегом. И один другому говорит, там, допустим, Семён, быстро снимаем бабки череп и на колбасу. Вот как утверждают очевидцы, до этой фразы бабушка была в сознании. И напоследок, очень символичная история, которая была видена мною в Сочи. Сидел русский мужик в пив-баре. И вот так вот пил, видно было давно он это делает, у него на руке было написано, десятого на работу. Вам завтра на работу. Извините, всё.